Продолжаем вместе с вами изучать дисциплину физиологической кибернетики. Сегодня мы с вами познакомимся с различными взаимодействиями организма с факторами внешней среды, которые позволяют нам адекватно строить кибернетические модели таких взаимодействий и адекватно, следовательно, прогнозировать поведение той или иной физиологической системы в зависимости от фактора внешней среды. Итак, вначале быстренько пробежимся по основным факторам. Какие они бывают? Это механические повреждения, растяжение, сдавливание, сотрясение, ссадины, кровоподтеки и раны. К термическим повреждениям, то есть повреждениям от температуры, будем относить ожоги различной степени тяжести и обморожение, опять же, различной степени тяжести. То есть, когда уже происходит деструктивное изменение, никогда не происходит. Обморожение наступает обычно при температуре минус 10-12 градусов ниже, ну а ожоги при температуре выше 45-50 градусов. Лучевое повреждение, но бывает внешний, когда источник излучения находится вне организма, и внутренний, когда этот источник находится уже внутри. Параметрическое давление, это гиперборея и гипоборея, соответственно, когда мы поднимаемся в высоко воздух и когда мы опускаемся глубоко под воду. Химические факторы, которые являются повреждающими для нашего организма, это производственные, бытовые, лекарства, наркотики и другие факторы. Ну, имеется в виду типа лекарства и наркотиков. К биологическим факторам относятся вирусы, бактерии и грибки. Заметим, что самое интересное, вирусы с бактериями являются антагонистами. Если нам надо уничтожить бактерии, мы можем занести вирус и наоборот. Но, с другой стороны, мы можем получить более худший вариант. Рассмотрим действия болезнетворных факторов внешней и внутренней среды более подробно. Итак, в медицинской и генической литературе болезнетворные факторы внешней среды называют с подачей сеченого разрушающими влияниями, а с подачей павлова – чрезвычайными раздражителями. И, наконец, Селье ввел такое понятие, как стрессоры и экстремальные факторы. Как только что мы с вами отмечали, различают механические, физические, химические, биологические и социальные болезнетворные факторы. Вот еще добавилось к тому, что мы сейчас рассматривали ранее. Эти факторы часто действуют вместе и создают сложные комплексные болезнетворные воздействия внешней среды. Примерами комплексного действия внешних болезнетворных факторов являются смешанные инфекции, такси-инфекции, солнечные удары, лучевые болезни и ряд других заболеваний. Для человека особую роль в формировании комплексных болезнетворных влияний играют социальные факторы, поскольку человек является социальным существом, которые комбинируются со всеми другими болезнетворными факторами и опосредивают, или наоборот, их негативное действие. Социальные факторы, такие как жилища, производственные помещения, умвельты, контакты людей, водоснабжение, одежда, питание, они способствуют развитию многих заболеваний, это инфекции, простудные болезни, болезненные питания, различные виды стрессовых состояний. Например, растяжение и разрыв. Это происходит в результате действия механических сил. С возрастом прочность и эластичность ткани уменьшаются, поэтому у пожилых людей, стариков чаще возникают эти переломы, трещины, растяжения, деформации ткани. Результат действия разрывающей силы зависит также от входного состояния ткани, так мышцы, находящиеся в состоянии покоя, более растяжимы, чем сокращаемы, которые уже имеют какие-то напряжения. Повторные длительные растяжения при одной и той же нагрузке изменяют структуру и свойства растягиваемых тканей. Их растяжимость увеличивается, а эластичность восстанавливается после прекращения растяжения. Растягиваемые ткани, как правило, атрофируются, нарушается их функция, что наблюдается при повторных растяжениях связочного аппарата, суставов кожи, аорты и так далее. То есть, однажды растянутая ткань уже не та ткань, как новенькая. Сдавливание. Вот что здесь доживается. Наибольшим сопротивлением сдавленными обладают кости и опорно-двигательный аппарат. Так, для деформации белиной кости путем сдавливания требуется нагрузка 680 кг, более чем полутонна на сантиметр квадратный. Костные ткани черепа выдерживают не меньшую нагрузку, опять полутонны на сантиметр квадратный, а сопротивляемся к давлению в тысячу раз превышает сопротивляемость удара. Мягкие ткани, между тем, более чувствительны к сжатию. Действия кратковременно незначительных сдавливаний приводят к обратимым локальным расстройствам кровообращения и питания, то даже небольшое по силе, но длительно действующие факторы сдавливания могут привести к возникновению некрозы тканей. При сдавливании растущих тканей, ихроз замедляется или полностью прекращается. Например, искусственно вызванная атрофея стоп у девочек в Древнем Китае и Японии путем пеленания ног или ношения специальной обуви. Особенно серьезные нарушения возникают в результате длительного давления или компрессии на тело человека, попавшего в завалы при землетрясении, взрывах бомб и т.п. После освобождения с подзавала или декомпрессии возникают тотальные функциональные морфологические расстройства, так называемый седром длительного раздавливания, характеризующий шоком, почечной недостаточностью и т.д. Удар Удар – это совокупность механических явлений, возникающих при столкновении движущих твердых тел, а также при возназначении твердого тела с жидкостью или газом, то есть удар струей от тела и т.д. Время удара обычно очень мало, от нескольких десятичных до миллионных долей минуты, а развивающие на площади контакта в результате силы, в результате этого силы, очень велики. В результате удара нарушается целостная ткань, возникает переломы костей, разрывы кожи, кровотечения, повреждения подкожной клетчатки и т.д. Характер вызванного действием удара травма во много зависит от природы травмирующего фактора. Например, если сравнивать характер разнесуленной раны от снаряда, он зависит от его формы, или от пулеметной пуры, выпущенной с расстояния 1000 метров, имеет силу удара порядка 80 кг на межквадратный, и наносит раны даже на этой километровой зоне с обширным изменением окружающей ткани. Но она маленькая сама по себе. При ударах тубых предметов и относительно большой площади контакта с поверхностью тела возможно повреждение внутренних органов с сохранением целостности наружных кожных покровов. Травматологам хорошо известны случаи кровотечения в легких после нанесения удара в грудную клетку через доску или другие предметы. При ударе по грудной клетке при закрытой гортане возникает возможность разрыва легкого, удары в область поясницы повреждают почки, удары по брюшной стенке могут вызвать разлияние мозга. Действие удара не ограничивается местными повреждениями органов и тканей, и в случаях обширных повреждений возникает общая реакция организма на механическую травму или так называемый травматический шок. Как звуки и шумы на нас воздействуют? В область повышенного давления и следующей за ней область пониженного давления они образуют звуковые волны, это вы знаете. Они распространяются со скоростью около 330-340 метров в секунду, несут в себя определенный запас энергии. Человеческое ухо воспринимает звук с частотой колебаний от 16 до 20 кГц. Сейчас я вот задумался. Это ухо воспринимает звук или мозг анализирует звук, который к нему поступил на этой частоте. Ну, оставим это дело физикам. Болезнетворное действие шума определяется его громкостью и частотной характеристикой. При этом наибольшая вредность приносит естественно высокочастотный шум. Нормально допустимым уровнем постоянного шума считается уровень 40-50 дБ, уровень обычной человеческой речи. Вредная для здоровья граница громкости 80 дБ. Разговор на повышенных томах 90 дБ может даже вызвать слуховой стресс. В зонах с громкостью звука свыше 130 дБ даже кредковременное пребывание запрещено. На современных концертах рок-музыки громкая звука может превышать 120-140 дБ. Что соответствует уровню шума реактивного самолета. Даже 40-минутное пребывание в зале с такой громкостью может вызвать звуковую контузию. Известен случай, когда в озере, расположенной рядом с открытой концертной площадкой, во время концерта группы Pink Floyd всплыла оглушенная рыба. Ну вот здесь характерная таблица, которую вы тоже неоднократно изучали на курсах ОБЖ в школе. Это какой уровень шума децибел. Ну вот шелест листа 10. И он нам приятно действует на нас, и мы засыпаем. Автомобиль, едущий с нормальной скоростью 50 дБ. Он шумит, но еще продолжает укачивать, и мы засыпаем. Товарный поезд 98 дБ способен уже разбудить. Ну а мотоцикл со 104 дБ начинает вызывать уже раздражение. И реактивный самолет на высоте 600 метров 105 дБ. Но он нам не так замечается, поскольку имеется специальное устройство, которое его гасит. Раскраты грома 112 дБ уже вызывают небольшое чувство страха. Ну а когда вы приходите на концерт какой-то группы, там 123 дБ, и этот страх уже превращается в вызывание определенных эмоций. Артиллерийский обстрел 130 дБ, все, эмоции закончились, пора убегать, наступила опасность. Многие рок-музыканты, длительно подвержающие действию в такой музыке, уровень шума, который приближается, по сути дела, к порогу болевой чувствительности, 130 дБ. Поэтому артиллеристы открывают рот, чтобы в это время не травмировать ухо. Они, как правило, эти музыканты страдают устойчивыми эффектами слуха. Кстати, как они тогда поют? Длительный звук громкости 155 дБ вызывает тяжелейшее нарушение жизнедеятельности человека. 180 дБ может быть даже для него смертельной. В древнем Китае даже существовала казнь музыкой, а некоторые африканские племена убивали приговоренных барабанным боем и криками. Интересная казнь. Различают специфические и не специфические действия шума на организм человека. Специфические действия связаны с нарушением функции слухового анализатора, в основе которого лежит длительный спазм звуковоспринимающего аппарата, приводящий к нарушению обменных процессов, а также к гегенеративным изменениям в окончании предварительно улитного нерва и клеток картеевого органа. Этого немножко знаете из физиологии. Шумы с уровнем 80 до 100 дБ и выше довольно быстро вызывают снижение слуха и развитие тугоухости. Сильное кратковременное оглушение или контузия может вызвать временную обратимую потерю слуха. Неспецифическое действие шума на организм человека связано с нарушением процесса возбуждения и торможения в коре больших полушарий головного мозга, гипоталамусе, спинном мозге, развитием повышенной раздражительности, эмоциональной неустойчивости. Естественно, тут же это приводит к ухудшению памяти, снижению внимания и работоспособности. И нас увольняют с работы. Ответная реакция организма на возбуждение гипоталамуса реализуется по типу стресс-реакции. При поступлении к возбуждению спиной мозг происходит переключение его на центры вегетативной нервной системы, что вызывает изменение функций многих внутренних органов. В результате длительного воздействия интенсивного шума развивается шумовая болезнь, общее заболевание организма с преимущественным нарушением органов слуха, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, органов желудочно-кишечного тракта. То, что выше 20 кГц, вы знаете, называется ультразвуком. Ультразвук применяется в медицинской практике с лечебной диагностической целью. Кстати, на частоте 40 кГц разговаривают или мурлычат наши кошки и собаки. Именно поэтому, наверное, особенно кошки обладают полезными лечебными действиями. Собаки нет. Очевидно, тут срабатывает в нашей кибернетической такой модели не только частота 40-45 кГц, которая примерно одинаковая у кошек и собак, но и амплитуда, и фаза этой частоты. То, что называют ум поэтов и певцов, то он песни. То есть есть песни, а есть мелодия песни. Вот одна мелодия вроде как на той же частоте речи, а другая колечен. Итак, неодинаковая скорость распространенных островок колебания, а также различная степень их поглощения и отражения в различных биологических средах, позволяет обнаружить формулу, указывать опухоли внутренних органов, установить места переломов и сращения костей, определить размеры сердца, динамики и так далее. Они используются для экстрапаральной литроэстроспии, то есть ударно-волнового фокусируемого воздействия на камни в почках и желчном пузыре. Нежелательные последствия вызывают за тем, что ультразвук может вызвать внутренние гематомы в мягких тканях, прилегающих к элементам, находящихся в зоне фокуса ударного излучения. Ну, по сути дела, здесь происходит тот же самый удар, о котором мы только что разговаривали, но только звуком. Биологический эффект ультразвука обусловлен его механическим, тепловым и физико-химическим действием. Тепловое действие ультразвука связано в основном с поглощением акустической энергии. При интенсивности, например, ультразвука 4 ватта на сантиметр квадратный и воздействие в течение 20 минуты с температурой ткани на глубине 2-5 сантиметра повышается на 5, а то и 60 градусов. Положительный биологический эффект в тканях вызывает ультразвуку малой и средней интенсивности. Ультразвук большой интенсивности 3-10 ватт на сантиметр квадратный оказывает повреждающее действие на отдельной клетке, ткани и организм в целом. Воздействие ультразвуковой волны высокой интенсивности нарушает капиллярный кровоток, вызывает деструктивные изменения в клетках, приводит к местному перегреву ткани. Высокой чувствительностью к действию ультразвука характеризуется нервная система. Она избирательно поражается тем, что периферические нервы по-разному разрушаются. Разрушается передача нервных импульсов в области синусов прежде всего. Это приводит к возникновению вегативных полиневритов и порезов, повышению порога возбудимости слухового, предвернуто улиткового и зрительного анализаторов, расстройствами сна, раздражительности и повышенной утомляемости. В современных ультразвуковых сканерах, изготовленных в нашей стране, максимально интенсивность колебаний не превышает 50 мВт на сантиметр квадратный. Заметим, Коша больше. При этом исследование воздействия ультразвука на биологические структуры показывает, что при уровне средней интенсивности ультразвука до 100 мВт на сантиметр квадратный, используемых в диагностике, каких-либо существенных изменений в тканях не выявляются. Действие барометрического давления – так называемая горная или высотная болезнь. Термин этот описывает в основном церебральные и легочные синдромы, которые могут развиться у неакклиматизирующих людей вскоре после подъема на большую высоту. Человек испытывает действие пониженного барометрического давления или гипобории при восхождении на горы, при подъеме на высоту в негерметических летательных аппаратах специальных барокаметров. Возникающие при этом патологические изменения обуславливаются двумя основными факторами – снижением металлосферного давления, так называемой декомпрессии, и уменьшением порционального давления кислорода, в том числе по этой причине, в отдыхаемом воздухе. Характер возникающих при гипобории нарушений и степени их выраженности зависит от величины падения барометрического давления, ну и разумеется, от самого организма. При падении барометрического давления до 530-460 миллиметров ртутного столба, это соответствует примерно подъему на 3-4 километра, происходит расширение газов и относительно увеличение давления в запнутых и полузампнутых полостях тела, придаточной полости, носа, лобной пазухи, полосреднего уха и так далее. Раздражаются рецепторы этих полостей, давление газа вызывает боль, особенно барабанной полости и внутренней мухой. На высоте уже 9 километров и более, 10-15% случаев полета в этих гербетических кабинах, это мы с вами в самолете летаем, но там все нормализуется другим способом, возникают симптомы декомпрессии, что связано с переходом в газообразное состояние растворенного в тканях азота, совсем пошел уже другой метаболизм, и образование пузырьков свободного газа. Пузырьки азота поступают в кровоток, разносятся кровью в различные участки, вызывают эмболию соответственно сосудов и вишеней ткани, особенно опасные боли коронарных сосудов и сосудов головного мозга. Все это закупоривается, и мы хорошо и красиво умираем. Ну и очень быстро. Не надо лезть на такую высокую высоту без специальных средств. И наконец-то мы поднялись с вами на высоту 19 километров. Всего-навсего 47 миллиметров тут на столбах. Происходит закипание жидких средств организма при температуре тела. Возникает так называемая высотная тканевая эмфизема. Ну вот сейчас немножко я переведу, чтобы вы могли еще и посмотреть и почитать. Более понятно. Дальше. В патогенезии горные болезни различают две стадии. Стадию приспособлений и стадию декомпенсации. Ну как собственно говоря у большинства болезней. Стадия приспособлений заключается в том, что на высоте 1,4 километра в результате раздражения гипоксимической и пересыщенной кислородом кровью хеморецепторов сосуда, или наоборот с пониженным кислородным кислородом хеморецепторов сосуда, коротом синуса и дуги аорта, которые наиболее чувствительны к недостатку кислорода, происходит рефлекторная стимуляция дыхательного сосудов двигательного центра и других центров вегетативной системы. Возникает одышка, тахикардия, повышается давление, увеличивается количество ретроцифров в периферической крови. В следствии рефлекторного выброса их из селезенки других органов депо. На высоте 4,5 километра наблюдаются признаки растормаживания и возбуждения корковых клеток. Люди становятся более раздражительными, обнажаются скрытые черты характера. Почему говорят, в характерах легче узнать друг друга. Нарушаются корковые процессы, что обнаружится с помощью так называемой пищепробы. Это хорошо знают медики-психологи. Меняется почерк, теряются навыки написания. Пишешь вверх тормашками. В результате нарастающей гипотезии в почках включается выработка эритропоэтина, что приводит в свою очередь к активации процесса эритропуоза в кровослом мозге и увеличение числа ретикулоцитов и эритроцитов в периферической крови. Вроде как хорошо, но в данном случае это не очень. Стадия антикомпенсации, собственно говоря, болезнь, которая развивается при этом, она развивается, как правило, на высоте 5 километров и более. В результате гипервентиляции легких и снижения образования гликислого газа в тканях, впоследствии гипотезии ткани, развивается гипокапния и газовое алкалоэ, которое снижает возбудимость дыхания и других центров центральной нервной системы. Вот такая гипотезическая модель. Эйфория и возбуждение сменяются угнетением, депрессией, развивается усталость, сонливость, малоподвижность, наблюдается торможение дифференцирующих рефлексов, потом исчезают положительные пищевые и другие рефлексы. Дыхание становится более редким и периодическим. Ну, оно называется дыханием пилота, чекстокса, тоже вы знаете, вы же медики. Наконец, прогрессирующая гипокапния и алкоэ на высоте свыше 6-8 километров могут вызвать смерть от паралича дыхательного центра. Наконец, повышенное барометрическое давление, это киссонная болезнь, когда мы с вами отпускаемся с гор в море, глубоко-глубоко. Полезнетворному действию, повышенному атмосферному давлению, подвергается при погружении под воду при водолазных и киссонных работах. Полезнетворный эффект гипербории в период компрессии связан с повышением растворения газа в жидких средах, так называемый процесс сатурации. При погружении в воду через каждые 10,3 метра давление увеличивается на одну атмосферу, соответственно, повышается количество растворенного азота. Особенно активно насыщаются азотом органы богатые жирамы. Жировая ткань растворяется в 5 раз больше, чем кровь. В связи с большим содержанием гипидов, в первую очередь, поражается нервная система, сочетается и ощущается легкое возбуждение, так называемый глубинный восторг, такая вот радость. Но они тут же сменяются наркотическим, а затем и токсическим эффектом. То есть ослабление концентрации внимания, головные боли, головокружение, нарушение нервно-мышечной координации и даже, возможно, потеря сознания. Для предупреждения этих осложнений, в водолазных работах целесообразно использовать так называемые специальные кислородно-гелевые смеси, поскольку гели хуже, чем азот, растворяются в нервной ткани, является идентиферентным для организма. При быстром переходе из среды с нормальным атмосферным давлением в среду с повышенным давлением капрессии, может возникнуть давление барабанной перепонки, что при необходимости и встахивать трубы, становится причиной резкой боли в ушах, сжатия кишечных газов, повышенное сжатие кишечных, извините, повышенное крово-наполнение внутренних органов. При очень быстром резком погружении на большую глубину может произойти разрыв кровеносных сосудов и лёхочный рывел, поэтому опытные погружаются медленно. Гиперболическая оксигенация – это вдыхание кислорода под повышенным давлением. Использование этого процесса в медицинской практике, в том числе в терапевтических целях, происходит. Например, если требуется повысить кислородную ёмкость крови. Избыток кислорода в тканях или в гиперкассии при вдыхании под давление трясом смеры оказывает благоприятный эффект, активируя процессы тканевого дыхания и дезектистации. Но, повторяю, это надо делать не всё время и не по жизни. Рассмотрим болезнетворное действие низкой температуры или так называемой гипотермии. Возникает общее охлаждение теплового баланса в организме, приводящее к понижению температуры тела. В результате действия низких температур в организме человека возникает ряд местных и общих реакций, которые могут вызвать простуду, снижение температуры, местные изменения в тканях и в конечном случае завершится замерзанием организма. Гипотермия возникает при усиленной отдаче тепла и нормальной теплопродукции, при снижении теплопродукции и нормальной отдаче тепла, при сочетании этих факторов. Чаще всего у теплокровных животных встречается первый вариант развития гипотермии, поэтому в фазе компенсации реакции направлены в первую очередь на ограничение теплоотдачи. Рефрикторно происходит спазм сосудов крови, уменьшается потоотделение, замедляется дыхание. Затем включается механизм терморегуляции, направленный на увеличение теплопродукции, возникает так называемая мышечная дробь, которая известна под названием озноб, и усиливаются процессы гликоанолиза в печени и мышцах. Повышается содержание глюкозы в крови, усиливается основной обмен. Ну а повышение крови еще улучшает работу морда. При длительном действии низких температур развивается фаза декомпенсации. Снижается температура тела, прекращается мышечная дробь, снижаются потребности кислорода и интенсивность обменных процессов. В результате торможения функций коры головного мозга и внетения подкорковых и бульбардных центров снижается артериальное давление, замедляя ритм сердечных сокращений, прогрессивно ослабевает и становится реже частота дыхательных движений. Мы как бы засыпаем. Отмечается постепенное угасание всех жизненных функций, смерть наступает от паралича дыхательного центра, заснули и не проснулись. Умничение функций центральной нейросистемы при перехлаждении может иметь и охранительное значение, что связано со снижением чувствительности нервных клеток в недостатку кислорода. Снижение обмена веществ в тканях уменьшает потребность организма в кислороде. И поэтому известны случаи, когда гипотермия повышает резистивность организма к интоксикации, инфекции и к некоторым другим неблагоприятным воздействиям внешней среды. Искусственное снижение температуры или гибернация тела достигается под наркомзовом при помощи физических воздействий и используется в медицинской практике в целях снижения потребности организма в кислороде и предупреждения временной ишемии мозга. Местное действие низкой температуры может вызвать отморожение различной тяжести, патогенез которых связан с изменениями коллоидных состояний тканей и нарушение интракапиллярного кровотока и ирологических свойств крови. Вернемся от заморозков к тепловым ударам, то есть наоборот температура будет расти. Действие высокой температуры вызывает ожоги, ожоговую болезнь и перегревание организма. Ожог это местное или локальное повреждение ткани при увеличении температуры в пределах 45-50 градусов, когда разрушается белок. В зависимости от глубины поражения ткани 4 степени ожога. Покразнение кожи или термоза, образование пузырей, вторая, третья, первая, частичный или полный некроз, кожа отмирает, полный некроз, кожа во всю ее толщину и наконец четвертая, самая плохая фаза, это некроз кожи и глубь жилящих тканей. Кожа уже перестает нас спасать и у нас, как говорится, все подогревается, все зажаривается. Механизм возникновения ожогов связан с воспалительной реакцией в месте действия терапического агента коагуляции белков, приводящих к гибели клеток и некрозу тканей. Ожоговая болезнь это разностороннее функциональное нарушение внутренних органов, это вы тоже раньше изучали, и систем целостного организма. В развитии ожоговых болезней вычередаете 4 периода, о которой мы тоже с вами ранее говорили. Ожоговый шок, общая токсимия, результат аутоинтексификации продуктами распада ткани, септикотоксимия, то есть присоединение инфекции, поскольку иммунитет в этом участке упал, и реконваленциация, восстановление. Каждый этап имеет свое время и не может проходить один без другого. Перегревание это временно пассивное повышение температуры тела вследствие накопления в теле избиточного тепла. При поддержании нормальной температуры тела, при максимальном уровне теплоотдачи во время работы и поступлении в тело примерно 100-150 ккал в час за счет тепловой радиации, суммарная теплоотдача в окружающей среде составляет 500-600 ккал в час. При выравнивании температуры кожи окружающей среды в среднем до 33 градусов, отдача тепла с поверхности за счет конвекции прекращается. При более высокой температуре окружающей среды отдача тепла возможна только за счет испарения пота с поверхности кожи. Прекращение отделения или испарение пота, высокая влажность и так далее, приводит к перегреванию уже при 33-34 градусах. Ну вы знаете, что повышенная влажность не очень хорошо сидеть даже в бане. Перегреванию способствует дефицит воды в организме и недостаточное пополнение его потерь с пота. Повышенная температура тела сопровождается резким учащением дыхательных движений, вызванных раздражением дыхательного цета нагретой кровью. Развивается тепловая дышка. Далее отмечается учащение сердечных сокращений, повышение кровяного давления. За счет потери воды через усиление потоотделения происходит сгущение крови, нарушается электролитный обмен, повышается гемолиз эритроцета, возникает явление интоксикации организма продуктами распада гемоглобин. Повреждение различных тканей также сопровожается накоплением токсических продуктов и их распада. Перенапряжение механизмов тепловой регуляции приводит к их истощению, сопровождающим торможением функций центральной неносистемы и внедением дыхания. Функции сердца снижением артериального давления в конечном счете глубокой гипоксии. Тепловой удар это уже мощный перегрев и главное кратковременный, ну в том плане, что действует так же быстро, как и обычный удар. Основная его причина это острое перегревание организма с быстрым повышением температуры тела. Длительное воздействие высокой температуры окружающей среды это уже немножко другая разновидность теплового удара, которая больше известна по так называемым солнечным ударам. Ну а смерть при тепловом ударе возникает от паралича тыхательного центра. Ну иными словами мы просто с вами задыхаемся. Патогенез теплового удара содержит две стадии. Итак, вот возникл тепловой удар, температура среды, идет первая стадия возбуждения коры мозга, возбуждение бульбарного дыхательного центра, возникает одышкая остановка дыхательных центров, возникает потеря сознания при перевозбуждении коры мозга, сердечные мышцы приводят к тому эффекту, что возникает тахикардия, осуществляется возбуждение сосудодвигательного центра, сокращается артериола, давление повышается, угнетается сосудистый двигательный центр, повышается давление, наступает коллапс. И, наконец, нарушение терморегуляции при резком повышении уже, собственно говоря, повышается температура трупа, это было отлично, даже через несколько часов после смерти. От сгущения крови приводит к нарушению теплорегуляции, увеличение теплорегуляции и теплоотдачи. Повреждающие действия солнечного спектра. Ну, вы знаете, что ультрафиолетовое излучение проникает в кожу, коммунитет глаз на глубину десятых, далее к миллиметру. Однако его действие распространяется на весь организм. Биологические свойства уфоизлучения различны в зависимости от длины волны. В связи с этим, весь диапазон уфоизлучения делят на три области. Это длинноволновый, средневолновый и коротковолновый. Длинноволновая область также называется нодофлуоресцентой, по способности вызывать свечение некоторых веществ, например, в лампах. Или загарной, в связи с пигментообразующим эффектом именно под этой областью, у нас и возникает загар. Под влиянием уфоизлучения, в этом случае, из аминокислоты и тирозина, образуется меланин, который является защитным средством организма от избыточного излучения. То есть загар, это мы защитились. Наконец, область Б характеризуется непродолжительным действием уфоизлучения в небольших дозах и характеризуется сильным общестимулирующим эффектом. Механизм общестимулирования фотохимического действия излучения связан со способностью его возбуждать атомы, повышать его реакционную способность. В целом, это приводит к повышению активности и химических реакций в клетках, что оказывает стимулирующее действие на обменный и трофический процесс. Усиливается рост регенерации тканей, повышается сопротивляемость организма к действию инфекционных и токсических агентов, улучшается физическая и умственная работоспособность. Уфоизлучение в диапазоне 315-265 нанометров обладает даже метаминообразующим и антиарахитическим действием. Под ее влиянием образуется так называемый витамин Д3. Область С, следующая область теплового воздействия, она уже обладает выраженным бактерицидным действием, то есть убивает бактерии, находящиеся на нас, но и вирусы в том числе. И одноразовое избыточное УФО, облучение незагоревшей кожи, вызывает ее фотохимический ожог, сопровождающим развитие эритермии и валденориации. При этом могут возникнуть поражения конъюнктива глаз, проявляющиеся покраснением, создачением и выразительной светобоязнью. Оно может наблюдаться как от прямого, это явление солнечного света, так и от рассеянного. Патогенный эффект одноразового избыточного УФО, облучения или фотохимический ожог, связан с активацией свободно-радикального перехисного впечатления гипидов, приводящих к повреждению вибран, распанов, белковых молекул, гибели клеток в целом. Это тоже мы с вами немножко знаем. Избыточное УФО ультрафиолетовое излучение может провоцировать обострение некоторых хронических заболеваний, таких как ревматизм, язвенная болезнь, туберкулез и другие. При интенсивном облучении вследствие повышенного образования меланина и диструкции белков возрастает потребность организмам незаменимых анинокислотных, витаминах и солях кальция. Поэтому избыточное изоблучение в диапазоне вольт может привести и к инактивации холикальцерферола, превращение его в индеферентные, даже вредные вещества, что необходимо учитывать при профилактических воздействиях. Длительное чрезмерное увлечение в ультрафиолетовом облучении может способствовать образованию перекисных соединений и эпоксидных веществ, обладающих мутагенным эффектом, и индуцировать возникновение базально-клеточных, чешуно-клеточного рака кожи, особенно у людей со светлой кожей. Кроме того, действие УФ-излучения существенно усиливается фотосенсибилизаторами. К ним относятся ряд красок, например, голубой, бенгальская роза, холестерин, порфины, а также контактное водительство губами, духами, губной помадой, кремами и другими косметическими средствами. Повышенная чувствительность в этом случае приводит к фотоаллергии. Так, например, у лиц с высоким содержанием порфирина в крови вследствие нарушения и превращения гемоглобина могут даже возникнуть после кратковременного пребывания на солнце могут возникнуть ожоги и состояния тяжелой интоксикации. Ну и даже приводить к арциному и к другим плохим последствиям. Общее действие УФ-излучения совместно с тепловым действием солнечных лучей проявляется в форме так называемого солнечного удара. Ну, многие из нас с этим сталкиваются. Патогенез, как это возникает? Действие УФ-излучения на нервную систему посредствуются через облученные капилляры кожи, белки крови и христили. Возникает возбуждение вегидативных центров гепатоламуса и подкорховых узлов. Повышается температура тела, повышается и дальше кровяное давление. Наступает сонливость, мы падаем, коллапс и смерть от паренча дыхательного центра. Надо не допускать этого момента и быстренько уходить в тень. Наконец, рассмотрим повреждающие действия излучения лазеров. Даже вот та лазерная линейка, которой мы пользуемся, лазерная указка, она, в общем-то, может нанести нам вред. Итак, лазеры – это устройство для получения узких монохроматических пучников световой энергии и высокой интенсивности. Действие лазерного излучения измеряется ста тысячными долями секунды, поэтому, несмотря на достаточно глубокое проникновение лазера в организм до 2,5 см ощущения, боли, как правило, не возникает. Наибольшей чувствительностью к лазерному излучению обладает пигментированной ткани. Механизм повреждающего действия изучен до сих пор недостаточно. Прямой повреждающий эффект лазерного излучения на клетку связан с возбуждением атома и в конечном счете повреждения белковых молекул. И важную роль в повреждающем действия лазерного излучения играет свободно-радикальный механизм. Образование свободных радикалов при действии лучей лазера было обнаружено в меланинсодержащих тканях и коже черных мышей. Кроме того, излучение лазера оказывает термическое и кавитационное действия. Термический эффект связан с поглощением тканью энергии инфракрасной части спектра излучения и тепловой инактивации белка. Кавитационное действие обуславливается быстрым повышением температуры до уровня, при котором происходит испарение жидкой части клетки. Возникает взрывной эффект вследствие мгновенного образования микрополости с повышенным давлением до десятка и сотен атмосфер и распространяющие от нее ударные волны, разрывающие ткани. Данный эффект лежит в основе работы лазерного скальпеля. Одним из механизмов, повреждающего действия лазерного излучения, может быть также вызываемая им инактивация фермента или изменение их специфической активности. Выраженность повреждающего эффекта лазерного излучения зависит от типа оптического квантового генератора, плотности и мощности излучения, физико-химических и биологических особенностей облучаемых тканей. Рассмотрим электрический ток. Человек подвергается действию природного молнии, шарахтанного или технического электричества. Разряды молнии, как правило, кратковременно, за долю секунды, прохождают через тело человека огромного напряжения до миллионов вольт. Смерть наступает от паралича сердца или дыхания. В результате теплового действия молнии на теле остаются ожоги, кровослияние в виде особых ветвистых фигур, так называемые, но они вызваны некрозом ткани, как раз показывают, как распространялось электричество. Возможное механическое действие отрыв тканей, даже частей тела. Это тоже у нас наблюдалось. Патогенное воздействие технического электричества вызывается действием электрического тока или электрической дуги. В зависимости от вида тока, постоянной или переменной, эти воздействия различны. Кроме того, здесь сильно влияет и реактивность организма, которая определяется его внутренним сопротивлением. Вот действие электрического тока показано здесь, то, как исследовали наши ученые Кулебякина и Морозова. Если ампер у него очень много, то переменный ток ощущается не так сильный, как постоянный. Паралич наступает у нас, когда 1000 ампер и больше. Паралич дыхания при 90 ампер, трепехание желудка при 50-80 ампер. Ну, сетью, у которой мы работаем, электрической, которая часто наносит удары, это, как правило, в районе 2-3-5-10 ампер. Когда наступает эффект прилипания, вот многие электрики знают, руки трудно отожжать от электрода, возникает сильная боль в пальцах, в кистях рук, состояние терпимо 5-10 секунд. Возникает нагрев и так далее. В механизме рассмотрим повреждающие действия электрического тока. Знаки тока, ожоги возникают главным образом на местах входа и выхода тока в результате превращения электрического тока в тепловую энергию. Ну, он как бы поджаривает эти части нашей ткани. Знаки тока появляются на коже, если температура в точке прохождения тока не превышает 120 градусов и представляет собой небольшое образование серовато-белого цвета, так называемой перманной кожи. Твердой консистенции, каменное волнообразное возвышение. В ряде случаев по окружности поврежденной ткани проступают ветвис на рисунок красного цвета. При температуре в точке прохождения свыше 120 градусов в тельсии возникают ожоги. Контакты от выделения тепла при прохождении тока через ткани и термические при воздействии пламени в отовой дуге. Последствия бывают достаточно опасны. Как же реагирует человек на электротравму? Какая модель может быть кибернетической при этом составе? При прохождении через тело электрический ток вызывает возбуждение нервных рецепторов и проводников, скелетной и гладкой мускулатуры, железостой ткани. Это приводит к возникновению тонических судорых, скелетных и гладких мышц и сопровождается отрывным переломом или вывеком конечностей, спазмом волосовых связок, остановкой дыхания и т.д. Возбуждение нервной системы от органов внутренней секреты приводит к выбросу каталхаминов, таких как катагнарин и нуродеродрин. Изменяются многие соматические и всцеральные функции организма. Я знаю таких людей, которые ловили кайф, когда прикладывали язык к розетке. Вам это делать не советую, это один на миллион, у которого возникают вот эти процессы. У вас может это быть с точностью до наоборот. Большое значение в механизмах, поражающий эффект электрического тока имеет его электрохимическое действие, так называемый электролиз, который при этом возникает. Преодолев сопротивление кожного покрова, электрический ток вызывает нарушение равновесия в клетках различных тканей, изменяет их биологический потенциал, приводит к поляризации клеточных мембран. На одних участках ткани у анода скапливаются отрицательно заряженные ионы и возникает при этом щелочная реакция, а у катода скапливается положительно заряженная, и возникает кислая реакция. И то, и другое не очень благоприятное для организма. Вследствие передвижения белковых молекул в участках кислой реакции под катодом возникает коагуляция белков и так называемый коалиционный некроз, а в участках щелочной реакции возникает коалиционный некроз, набухание, да? Ну, в любом случае, на момент умора мы чуть-чуть умираем, я имею в виду тот белок, ткани, который мы только что рассмотрели. Процесс электролиза в кардиомиоцитах вызывает укорочение в экстракционной фазе сердечного цикла и приводит нарастающие кетокердии. При несмертейной электротравме возникает судорожное сокращение мышц, временной потерей сознания, нарушением сердечной деятельности, может наступить клиническая смерть. При своевременном оказании помощи пострадавшим обычно ощущают головокружение, головной убор, тошноту, светобоязь и отделываются, в общем-то, легким испугом. Но при этом могут сокращаться мышцы скелетной мускулатуры, ну, иными словами, так называемая пляска. Мы начнем чуть-чуть дергаться. Какие же возникают причины смерти при электротравме? Это непосредственно остановка дыхания и остановка сердца, поражение дыхательного сосуда вид험 центров, что происходит из-за теполяризации клеточных гердом. Остановка дыхания при этом может быть вызвана поражением дыхательного центра, спазмом позвоночных артерий, спазмом дыхательной мускулатуры и нарушение проходимости дыхательного пути. Остановость сердца может возникнуть вследствие фибрилляции желудочка, спазм koronarных сосудов, поражение сосуда движущего сердца и повышение тонуса обуждающего нерва. Перейдем к ионизирующим излучениям, тоже это фактор окружающей среды, который достаточно часто возникает при каких-то условиях. Итак, действующие на организме источники ионизирующего излучения могут быть как внешними, так и внутренними. Человек подвергается действующему этому излучению. Мы это с вами изучали в курсе радиофизики и радиобиологии. Это может происходить как в производственных условиях работы с рентгенской аппаратурой, на ядерных реакторах, ускорителях. В клинических практике Баннея принимает курс облучения с лечебными целями. Облучение может быть следствием применения ядерного оружия и аварийных выбросов, технологических продуктов, атомных предприятий в окружающей среде. Источником внутреннего облучения могут быть радиоактивные вещества, поступающие в организм с пищей, водой, через кожные покровы. Возможно комбинированное действие внешнего и внутреннего облучения. Ионизирующие излучения, обладая способностью вызывать ионизацию атомов и молекул, характеризуется высокой биологической активностью. По своей природе все ионизирующие излучения подразделяются на электромагнитные, так называемые рентгеновки излучения и гамма-лучи, сопровождающие радиоактивный распад. Икорпускулярные. Это заряженные частицы, ядры гелия, альфа-лучи, бета-лучи, протоны, применезоны, а также нейтроны. Они не несут электрического разряда, но между тем они нас облучают. При ионизирующей радиации возникают различные повреждающие действия. Они зависит от величины и плотности ионизации в тканях и их проникающей способности. Чем короче путь прохождения фотоновой частицы тканей, тем больше вызвана им плотность ионизации и сильно повреждающие действия. Наибольшей ионизирующей способностью обладают альфа-лучи, имеющие длину пробега в биологических тканях до нескольких десятков микрометров. Они обладают большой проникающей способностью. Биологические эффекты разных видов ионизирующей радиации определяются не только общим количеством поглощенной энергии, но и распределением ее в тканях. Для сравнительной количественной оценки биологического действия различных видов излучения определяют их относительную биологическую эффективность, так называемые показатели B. Наибольшей биологической эффективностью обладают альфа-излучения, о чем мы сегодня говорили, протоны и быстрые нейтроны. Какие уже патогенез при этом возникает? Биологическое действие ионизирующие радиации выражается в развитии местных лучевых реакций – ожоги, катаракт и особенно генерализированного процесса, так называемая лучевая болезнь. В процессе радиационного повреждения действию условно можно выделить три этапа. Первое – первичное действие, влияние дальше радиации на клетки и действие радиации на целый организм. Вижу, уже включаются и внутренние и внешние радиации. Первичное действие на живую ткань проявляется ионизацией, возбуждением атомов и молекул, образованием свободных радикалов, перекиси водорода. Ионизация и возбуждение атомов и молекул облученной ткани обуславливает пусковой механизм следующего биологического действия излучения. Свободные радикалы начинают вызывать цепные химические реакции, вступают во взаимодействие с наиболее реактивными белковыми структурами, ферментами и переходят в неактивные десельфидные группы. Ионизирующее излучение вызывает различные реакции клеток, начиная от временного задержки размножения до их гибели. Ну, здесь давайте мы сразу отметим то, что мы с вами и раньше как-то немножко изучали, что самое интересное, что клетка повреждается очень сильно в момент размножения. То есть, как бы мы клетку не облучали, до тех пор, пока она не начала размножаться, никаких патологий еще не обнаружено. В основе радиационного поражения клеток лежат нарушения ультраструктуры органелл, соответственно, связанные с ними обменом веществ. Малые дозы ионизирующих излучений вызывают обратимые нелетальные изменения клетки, они используются при лечении. Они появляются сразу или через несколько минут после облучения, и с течением времени исчезают. При больших дозах облучения в клетках наступают летальные изменения, приводящие к их гибели. Основной причиной репродуктивной гибели клеток является структурное провеждение хромосом. Местное действие ионизирующей радиации чаще проявляется в виде лучевых ожогов. Мягкое рентгеновское так называемое бета-излучение, проникающее в ткани на незначительные глубины, вызывает ожоги кожи, высокоэнергетическое тормозное гамма-излучение и нейтроны, обладающие большой проникающей способностью, поражая далее глубоко лежащие ткани. Течение лучевых ожогов характеризуется развитием последовательно сменяющихся периодов, то что мы говорили, раннее лучевая реакция, скрытое островосмаление, восстановление и т.д. При облучении дозами более 20 глей погибает не только кожа, но и подкожная клетчатка, фасции, мышцы и даже кости. У больных развивается лихорадка, высокий лейкоциток, тяжелый болевой синдром. Лучевая болезнь возникает тогда, когда при внешнем равномерном облучении организма, в зависимости от дозы ионизирующего возника, возникает поражение со стороны отдельных систем доострых фор. При облучении в дозах 1-10 глей развивается типичная форма острой лучевой болезни, при которой наиболее четко проявляются основные патогенические закономерности, клиническое формирование отдельных периодов и поражение костного мозга. Выделяют обычно 3 степени поражения. Это легкая степень 1-2 глей, вторая степень или средняя 2-4, третья, тяжелая степень, наконец, четвертая, крайне тяжелая степень, свыше 6 глей плот. В течение, выделяют им соответственно, создаются 4 фазы. Первичная устраиляция, мнимая клиническая благополучие, скрытая фаза, нам кажется, что все хорошо и прекрасно. Дальше болезнь разгорается и проявляется в полном составе, ну и наконец наступает этап восстановления, когда включаются вначале положительные обратные связи, а потом отрицательные. И в общем-то мы вначале выводим организм в хорошее состояние, потом там его фиксируем. Фаза первичной устраиляции организма развивается в зависимости от дозы в первые минуты и часы после облучения. Продолжительность этой фазы, как правило, 1-3 дня. Возникает возбуждение, головная боль, общая слабость. Затем наступают диспестические расстройства, космотар, рвота, потеря аппетита. Со стороны крови кратковременный нейтрофинный лейкоцитоз сдвиган влево. Клинические проявления, повышенная возбудимость нервной системы, лоббинность вегидативных волос, активация гипофизированной системы приводят к усиленной секреции гормонов коры и в напочечках, что в ситуации может даже носить такой приспособительный характер. При дозах 80-х глинах наблюдается развитие шокоподобного состояния с падением артериального давления, кратковременной потери сознания, повышение температуры тела, ну и, как правило, диареи. Фаза мнимого клинического благополучия характеризуется включением уже новых защитных аппетитоновых реакций. В связи с этим самочувствие больных становится удовлетворительным, проходят клинические видимые признаки болезни, как бы исчезают. Длительность к этой фазе зависит от дозы облучения, колеблется от 10-15 дней, иногда до полутора месяца. При сравнительно небольших дозах начальные легкие, замечаясь функциональные реакции, не переходят в развернутую клиническую картину и заболевание ограничивается затухающими явлениями начальных реакций. При тяжелых формах поражения скрытая фаза вообще отсутствует. Однако в это время нарастает поражение системы крови. В гиператической крови прогрессирует римфоциталия на фоне лейкопении, снижает содержание ретикулицитов и тромбоцитов. В костном мозгу развивается опустошение или опазия, при этом могут наблюдаться атрофия гонат, подавление ранней стадии сперматогенеза, атрофические изменения в тонком пешечнике и коже. Неврологическая симптоматика постепенно снижается. Фаза разгара болезни характеризуется чем? Как и в любой болезни, самочувствие больных резко ухудшается, нарастает слабость, повышается температура тела, появляется кровоточивость, кровоизлияние, резко снижается масса тела. На первый план выходит поражение системы крови. Развивается глубокая лейкопения, тромбоцитопения, выраженная анемия, увеличивается соев, костном мозгу. Наблюдается картина опустошения с начальными признаками регенерации. Наблюдается гипертонемия, гипомоевия, повышается содержание, наблюдается повышение содержания достаточного озона и снижение угромной хлории. При этом резко угнетается иммунитет и в результате чего развивается инфекционное осложнение и различная интоксикация. Продолженность фазы выраженных клинических проявлений обычно составляет 2-3 недели. На этой фазе при повышенной дозе может быть даже смертельный исход. Фаза восстановления характеризуется постепенной нормализацией нарушенных функций. Общее состояние больных заметно улучшается, снижается до нормы температуры тела, исчезают геморргические и спастические проявления. Со 2-5 месяца нормализуется функция сальных желез, возобновляется рост волос. Постепенно происходит восстановление показателей крови и обмена веществ. Период восстановления охватывает 3-6 месяцев. В тяжелых случаях лучевого поражения может затягиваться на 1-3 лет. Возможно развитие хронической формы. Кишечная форма осво-лучевой болезни возникает при облучении лабораторных животных в дозах 10-20 г. И вызывает смерть на 3-5 сутки. При вслухе животных всегда конфлатируют гибель основной массы кишечной эпителия. Собственно говоря, кишечная эпителия не выполняет свои функции. У человека при облучении в дозах 10-20 г смерть чаще наступает на 7-10 сутки. Основными признаками являются тошнота, рвота, кровавый понос, повышенная температура тела, глубокая ликопедния с полным отсутствием мифоцитов. И картина Сепсинер, разумеется. Причиной смерти при кишечной форме осво-лучевой болезни является дегидратация организма, сопровождающая потери электродитов и белка. Развитие необратимого шока связано с действием токсических веществ микробного и тканевого происхождения. Токсимическая форма характеризуется выраженными гемодинамическими нарушениями, главным образом в кишечнике и печени, порезом сосудов, тахикардирик, кровоизлиянием. Наблюдается аллегория и гиперзотемия вследствие поражения почек. Смерть наступает на 4-7 сутки. Церебральная форма осво-лучевой болезни возникает при облучении в дозах выше 80 г. Смерть при этом наступает уже через 3 дня, а то и через день. А действия очень больших доз. Смертельный исход может иметь даже в самом начале облучения, то есть смерть под лучом, так называемый. Или через несколько минут, часов после воздействия. Эта форма лучевого поражения характеризуется развитием судорожно-паралитического синдрома, нарушением крово-лимфообращения в центральной нервной системе, сосудистой атонис и терморегуляцией. Причиной смерти при церебральной форме острое лучевое болезнь является тяжелое необратимое нарушение центральной нервной системы, характеризующее значительными структурными изменениями гибели клеток, коры головного мозга и нейронного вяда при гипоталамусе. Единичные наблюдения последствий облученных людей в дозах, превышающих 100 г. Крее более, свидетельствуют о возникновении их расстройств регуляции высшей нервной системы, кровообращения и дыханиях. Что такое хроническая лучевая болезнь? Она возникает при длительном облучении организма в малых и превышении в допустимых дозах. Две основных варианта болезни обусловлены внешним облучением, общими местными и обусловлены внутренним облучением в результате поступления в организм радиоактивных нуклидов. Заболевание это отличается постепенным развитием и длительным волнообразным течением. Начальный период заболевания характеризуется развитием нестойкой лейкопении, признаками астиннации, веритососудистой неустойчивости и эстонии. Развернутым периодом заболевания свойственна недостаточность физиологической регенерации и период восстановления характеризуется сглаживанием деструктивных и отчеткой их преобладаний и оперативных процессов в наиболее радиочувствительных тканях. По тяжести хроническая лучевая болезнь разделяют на легкую, среднюю и тяжелую, то есть первая, вторая и третья степени. Хроническая лучевая болезнь первой степени легкой характеризуется нерезко выраженным нервонарегулатурным нарушением. При хронической лучевой болезни второй степени средней тяжести присоединяются уже функциональные нарушения нервной системы и пищеварительные прогрессируют лекопения, количество тромбоцитов резко уменьшается. В костном мозгу наблюдается явление гипоглазия при кровотравлении. И наконец тяжелая стадия третьей степени развивается, а не менее наблюдается явление выраженным в гипоглазии кровотворения. Атрофические процессы в желудочно-кишечном тракте присоединяются септические осложнения, геморрагический синдром и нарушение кровообращения. Крайне тяжелая форма встречается редко, и поэтому у больных развиваются поносы и кокеи. Клиническую картину хронической лучевой болезни, обусловленную внутренним облучением, формирует поражение одного или нескольких клинических органов, в которых депонируются поступившие в организм радиоактивные нуклеиды. Кроме хронических заболеваний, лучевых, острых и так далее, имеются и отдаленные последствия действия радиации. Например, это не опухолиформы развиваются. В первую очередь относятся сокращение продолжительности жизни, кровоткорной ткани, слизистые оболочки органов пищеварения, дыхательных путей и так далее. Одной из частых форм отдаленных последствий является развитие опухоли в критических органах при облучении альфа и бета-излучения, а также радиационной лейкозы. Теперь мы перейдем с вами в космос. Что там происходит? К факторам, оказывающим наиболее существенное влияние на состояние человека в космических полетах, относятся. Первое. Ускорение и вызываемые перегрузки на активных участках полета. Второе. Невесомость. И третье. Стрессовое воздействие эмоционального характера. Ну и кроме того, на состояние космонавта, безусловно, оказывают влияние измерения ритма суточной периодики. В различной степени выражены сенсорная изоляция, замкнутая среда обитания с особенностями микроклимата, периодически некоторая запыленность, искусственная атмосфера космического корабля, шум, вибрации и так далее. Воздействие неизвирующей радиации учитывается при обеспечении космических кораблей, радиационной защиты, при планировании выхода человека в открытый космос. Ускорение выражено в начале полета при взлете космического корабля и в конце полета при спуске корабля с орбиты. Это то, что у нас возникает. Также возникают различного рода перегрузки, то есть силы инерции, возникающие при движении с ускорением, действуют в направлении противоположного движения. Это то, что возникает у космонавтов и летчиков. Значительное повеличение перегрузки обуславливает перераспределение массы крови в сосудистом русле, тем более оно по телу идет неравномерно. Нарушается отток лимфы, смещаются органы и мягкие ткани, в первую очередь отражается на кровообращении дыхания в состоянии центральной неносистемы. Перемещение значительной массы крови сопровождается переполнением сосудов одних регионов организма и обескровлением других. Соответственно, изменяется возврат крови к сердцу и величина сердечного выброса. Реализуются рефлексы в барорецепторных зонах, принимают участие в регуляции работы сердца и тонуса сосудов. Здоровый человек наиболее легко переносит поперечные положительные перегрузки, и большинство здоровых людей свободно переносит в течение одной минуты равномерные перегрузки в этом направлении величиной до 6-8 единиц. При кратковременных пиковых перегрузках их переносины значительно возрастают. При поперечных перегрузках, превышающих пределы индивидуальной переносимости, нарушается функция внешнего дыхания, изменяется хорообращение в сосудах легких, резко учащается сокращение сердца. И, наконец, при возрастании величины поперечных перегрузок возможно механическое даже сжатие отдельных участков легции, при этом существенно снижается эксиденация крови. И наступает гипоксия. Более тяжело переносятся в этом случае так называемые продонные перегрузки. Они влияют на снижение артериального давления в сонных артериях и возникает ахикардия, нарушение ритма сердца. При превышении предела индивидуальной устойчивости наблюдается выраженная ритмия сердца, нарушение зрения в виде пелены, нарушается дыхание, появляется боли в области эпигастральной. Переносимость продольных положительных перегрузок обычно в пределах 4-5 единиц. Еще более тяжело переносятся продольные отрицательные перегрузки в направлении ноги и голова. В этих случаях происходит переполнение кровью сосудов головы. Повышение артериального давления в области рефлекционных зон судных артерий вызывает рефлекторное замедление и сокращение сердца. При этом в виде перегрузок аритмии сердца в некоторых случаях отмечено уже при ускорениях величиной даже 2G, а продолжительность асистолии при ускорении величиной 3G. При превышении предела индивидуальной устойчивости возникает головная оборка, расстройство зрения, аритмия сердца и т.д. В орбитальном космическом полете тела движутся в основном под влиянием инновационной силы. В орбитальном полете инновационная сила уравновешивала силы притяжения Земли, и это определяет состояние невесомости космического корабля и всех движущихся с ним объектов. В связи с отсутствием граммитации в невесомости исчезает механическое напряжение и давление собственного веса на структуры тела. Соответственно, изменяются нагрузки на опор на двигательный аппарат, исчезает вес крови, исчезает гидростатическое давление жидкости в кровеносых сосудах, возникают условия для существенного перераспределения крови в сосудистом рысле и жидкости организма. Поэтому они используют специальный скафандр. Происходит рассогласование деятельности различных отделов вестибулярного аппарата. Изменение кровообращения в невесомости также обусловливается несколькими факторами. В условиях земной гравитации транспорт жидкости через стенки капилляров, согласно уравнению знаменитого Старлинга, который мы изучали с вами в курсе биофизики, определяется соотношением гидростатического и малоиндустриального давления в капиллярах и окружающих их тканях. Поскольку гидростатическое давление снижается по направлению террориального конца капилляра к венозному, то фильтрация жидкости из сосудов в ткани тут же сменяется и ее реабсорбцией из ткани в сосуды. В невесомости соотношение фильтрации и отсутствия изменяется. Это проявляется в возрастании отсутствия жидкости на уровне капилляров и венул, является одним из факторов, вызывающих в начале полета возрастание объема циркулирующей крови и обезвоживание тканей определенных регионов организма. Как правило, это ноги. Высота столба жидкости перестает оказывать влияние на давление в мелких и в крупных кровеносных сосудах. В условиях невесомости она зависит от нагнетательной присасывающей функции сердца, эластичности и давления окружающих тканей. В невесомости различия венозного давления в сосудах предплечья и голени практически сглаживаются. Съезновение веса крови облегчает ее движение из вен нижней половины тела к сердцу, а то крови из вен головы, облегчающей на земле действие гравитации, в условиях невесомости затруднено. Это тут же приводит к увеличению объема крови в сосудах головы, отечничьей мягких тканей клеца, а также ощущение распирания головы, даже иногда головную боль в первые дни полета. В ответ на это нарушение возникают рефлексы изменяющихся сосуды, и это все вырамкается. Перераспределение крови в сосудистом русле, изменение венозного возврата, исчезновение такого существенного фактора, как гидростатическое давление, все это влияет на работу сердца. В условиях невесомости изменяется соотношение нагрузки на левый и правый отделы сердца. В результате изменяются фазы сердечного цикла, и в связи с перераспределением крови в сосудистом русле, цен тяжести тела смещается в ланиальном направлении. В раннем периоде пребывания в невесомости существенно перераспределяется кровь в сосудистом русле, и изменение крови в направлении полосы воспринимается афферентными системами организма, как информация об увеличении объема циркуляющей крови, и вызывает рефлексы, направленные на сброс жидкости. Это также приводит к изменениям водно-электролитного обмена. Что здесь происходит? В невесомости исчезает нагрузка на позвоночник, прекращается давление на приспозвоночные хрящи, и становится ненужным статическим усилием антигравитационных мышц. Длительное пребывание в невесомости таким образом может вызывать изменение структуры и функций костно-мышечной системы. Как известно, костная ткань отличается высокой пластичностью и частичностью, это вы знаете. Одним из факторов, влияющих на структуру козы, является его механическая нагрузка, а тут она исчезает. При сжатии напряжения кости в ее структуре возникает отрицатель метрический потенциал, стимулирующий процесс костеобразования. Здесь он тоже отсутствует, по крайней мере, существенно снижается. При снижении нагрузки на кости снижается минеральная насыщенность костной ткани, наблюдается выход кальция из костей и общие потери кальция, возникает неназиновое изменение, соответственно, белкового, фосфорного и кальциевого обмена. Длительное снижение нагрузки на скелетную молокулатуру вызывает, естественно, трофические процессы, изменяется энергообмен, изменяется метаболизм. Известно, что релаксация мышц сопровожается снижением тусово-вегидативных центров гипоталамуса, под влиянием мировосомости снижается потребление кислорода тканями, изменяется активность ферментов цикла Крепса, и после космических полетов отмечается снижение эритроцитарной массы. Восстановление гематологических показателей происходит в течение полутора месяцев после завершения полета. Эти двиги объясняются компенсационноторным уменьшением объема циркулирующей крови в полете и значительно более быстрым восстановлением объема плазмы крови, чем масса эритроцитов после полета. Кроме того, эти изменения в невесомости предположительно связывают с уменьшением мышечной массы тела и компенсационноторной реакцией, направленной в велочине кислородного запроса ткани. Естественно, в космосе возникают и действуют стрессовые воздействия. В условиях космического полета человек подвергается стрессам, в основе которых лежит комбинация таких факторов, как изменение влияния гравитации, напряжение внимания, интенсивность и т.д. И период острой адаптации к невесомости можно характеризовать как стресс-реакцию, возникающую в ответ на действия комплекса специфических, вела гравитация и не специфические факторы, такие как эмоционально-физическое напряжение, изменяются суточные ритмы, изменяются кровоснажения. Возникает так называемая космическая форма болезни движения, которая имеет сходство с морской болезнью и проявляется на протяжении первых дней полета. При быстрых движениях головой наблюдается головокружение, бледность кульных покровах, сонотечение, выделение холодного пота, изменение частоты сердечных сокращений, тошнота, рвота, изменение состояния ЦНС. Это вызвано в основном из изменения микроциркуляции крови в сосудах головного мозга. В генезе космической формы болезни движения большой роль играет частичное выпадение информации, поступающей от различных анализаторных систем, обеспечивающих пространство ориентации. Например, информация от вестибулярного аппарата рассогласована, и возникает соответствующая деструкция. Текущая информация о сенсорах в условиях невесомости не соответствует стереотипам, хранящихся в долгой ременной памяти центральной нервной системы. Зрительные анализаторы и другие анализаторы вынуждены перестраиваться. В большинстве случаев космонавты сравнительно быстро адаптируются к факторам, вызывающим болезни движения, и ее проявления исчезают по прошедшей первых трех суток полета. В ранние сроки полета изменения состояния сенсорных систем могут сопровождаться нарушения пространственной ориентации или зернами ощущения перевернутого положения тела, с трудностями координации движения. Во время космических полетов происходит изменение эмологической реактивности организма, но это уже происходит на 30-40-е сутки. Снижается функциональная активность клеточных популяций. Течение процесса в адаптации четко прослеживается и в наземных исследованиях, моделирующих влияние факторов космического полета на организм. На слоге строго постельного режима, при котором головной конец кровати спущен под углом 4 градуса горизонтальной плоскости, наблюдаются изменения, имеющие сходство с возникающим невесомостью. Проявляется гипокинезия, изменение системной гемодинамики, изменение регионального кровообращения, изменение объема циркулирующей крови, изменение водно-электрического обмена в основном запасе потерь калия, изменение состояния ЦНС, появляются вегетативные дисфункции и частично атрофируются мышцы и нервно-мышечные нарушения. Ну а также все это приводит к нарушению регуляторных систем. Как же осуществляется реадаптация в данном случае? При завершении полета переход от нулевой гравитации к перегрузкам во время спуска и возвращения к земной сочетается со значительным эмоциональным напряжением, является по существу комбинированным стрессом, протекающим в условиях напряженных адаптационных реакций. Также происходит стрессорная реакция. В период реадаптации прекращается действие фактора, вызывающих в невесомости дегидратацию при распределении крови. Одновременно возникает необходимость экстренная мобилизация новых адаптационных механизмов, обеспечивающих нормальное функционирование организма в условиях земной гравитации. В самое первое время после завершения полета появляется детренированность сердечно-сосудистой системы, остаточное нарушение меркоцикуляции в сосудах головы, изменение реактивности организма. В частности, например, после многомесячных полетов застойные явления наблюдаются в области глазного дна и возникают отеки в течение первой недели после окончания полета. После космических полетов продолжается все больше 14 суток, обмечается возрастание активности симптома адреналинной системы. После полета продолжающей от 2 до 7 месяцев обнаружено повышение активности гипотологии после дна системы и эфизарной. Так, после многомесячных полетов характерно возрастание секреции адреналина и норадреналина. Ну, есть и другие воздействия. Ну, так вот мы с вами долго и упорно рассматривали различные факторы, которые воздействуют на человека, которые можно, когда человек рассматривается и у физиологической системы, как некоторый черный ящик кибернетических позиций, и на него воздействуют различные факторы. Поскольку лекция длинная, я бы вам ее рекомендовал слушать частями, просматривая один ее слайд. Итак, еще раз подчеркнем, что все воздействия приходят к двум факторам. Это реактивность и резистивность. Реактивность это свойство организма отвечает на воздействие различных факторов окружающей внутренней среды. Она может проходить как в гиперрегической форме, гипоэгической форме и аналитической форме. Резистентность это устойчивость организма к патологическим факторам. Она определяется возрастом, состоянием эндокринной системы, конституцией, обменом веществ и иммунитетом. Реактивность это свойство организма реагировать определенным образом на воздействие окружающей среды. Реактивность это свойство всего организма. Она является таким же свойством, как рост размножения. Оно формируется в процессе эволюции фило- и онтогенезии. Любой патологический процесс меняет реактивность организма. Это вы тоже хорошо знаете, как в теории, так и на своей собственной практике. И в то же время изменяется реактивность, может стать основой развития заболевания. Формы реактивности. Норма энергии это нормальная реактивность. Гиперэргия повышенная реактивность. Гипоэргия тормозные процессы превалируют. Изизэнергия это извращенная реактивность организма. Тут не понять, что происходит гиперэргия из ботеренца. Все колеблется, стахастически изменяется и так далее. Качественные характеристики реактивности. Резистентность это основной качественный показатель. А на филоксии это повышенная реактивность, снижение резистентности. Зимняя спячка это сниженная реактивность, повышенная резистентность. Раздражимость это общее свойство всего живого. Лоббильность это скорость элементарных реакций. Возбудимость это способность нервной мышц на железной ткани отвечать на раздражение. И наконец чувствительность это способность целостного организма определять локализацию силы и качества раздражителя. Различает реактивность первичная, биологическая, видовая. Она направлена на сохранение вида в целом и отдельной особи, способной зимней и летней спячкой, чувствительность к определенным агентам. Индивидуальная реактивность зависит от наследственности, возраста, пола, воздействия среды питания, конституции типа. Групповая реактивность по группам, кроме и по типу конституции и по типам ВНД. Различает также специфическую индивидуальную реактивность и неспецифическую. Специфическая индивидуальная реактивность выражается в способности образовывать эти тела на антигенные раздражители. Это иммунная реактивность, а не специфическая. Проявляется в действии на организм различных факторов внешней среды. Она реализуется с помощью таких механизмов, как сресс, пробиоз и фагоцитоз. Индивидуальная реактивность опять бывает физиологическая, это у здорового организма, и патологическая. Она возникает под действием чрезвычайных различных раздражителей, снижает резистивные возможности организма к компенсации. Физиологическая реактивность также бывает специфическая и неспецифическая. Специфическая это отношение к определенному фактору. Иммунологическая способность отвечать за антигенный раздражитель. Специфическая резидентность, адаптация к фактору среды, то есть температура, недостаток кислорода и тому подобное. Неспецифическая это, собственно говоря, отношение ко многим факторам. Адаптация сразу к нескольким факторам происходит. Поэтому она чаще наблюдается. Это адаптация к недостатку кислорода и физической нагрузке. Она, как правило, вырабатывается при тренировке и закаривании организма. Патологическая реактивность проявляется через аллергию, антииммунную болезнь, иммунодефицит. Через механизмы диадаптации, когда высыпают цепь при скарлатине, цепь при коре, состояние сосудов при гидрофтонии. И состояние кривиторного органа при так называемой B12 дефицитной анемии. Неспецифическая патологическая реактивность – это изменение реактивности при травматическом шоке на наркозе. При шоке угнетается реактивность по отношению к инфекционным и другим болезнетворным воздействиям. Реактивность на молекулярном уровне – это реакция молекулы HBS при серповидно-клеточной анемии на гипоксии. Реактивность на клеточном уровне – это взаимодействие клетки с окружающей средой посредством клеточных рецепторов и ионных каналов, осуществляется лейкоцитами фагоцитоза. Реактивность на органном уровне – это спаз блаткомышечных органов в ответ на повторное поступление в организм аллергии. И реактивность на уровне системы органов наконец-то в целом наступает. Что такое резистентность, ее виды и взаимосвязь с реактивностью? Давайте здесь немножко остановимся чуть-чуть подробнее. Резистентность – это устойчивость организма к действию патогенных факторов. Резистентность это свойство организма противостоять различным воздействиям или невосприимчивости к воздействиям поближдающих факторов внешней среды. Формы резистентности, которые различают, ну давайте тут выделим немножко, у нас тут немножко что-то со светом сегодня творится. Итак, различают пассивную и активную, первичную и наследственную, вторичную и приобретенную, специфическую и также неспецифическую. К пассивной форме связаны, прежде всего, с однотомфеологической особенностью организма, это средняя кожа, слизистых оболочек, костной ткани и плотных покровов. Активная она связана с одной из сторон с устойчивостью биологической системы, с другой способностью перестраиваться при изменении их внешних условий. И она существуется благодаря механизмам активной адаптации. Формы резистентности первичные, мы уже говорили, вторичные, вторичные опять же действуются, активные и пассивные. Примером активной форме служит повышение устойчивости к гипоксии в результате коматизации или усиление устойчивости к инфекции после вакцинации. Пассивная резистентность возникает при введении сыворотки, содержащей антитела. Специфическая это устойчивость действия к какому-нибудь одному агенту, но не специфическая это устойчивость действия многих агентов, мы это с вами уже отмечали. Факторы, которые снижают неспецифическую резистентность, это психическая травма, отрицательные эмоции, функциональная неполноценность, физические и психические перенапряжения, голодание, алкоголизм, наркомания, охлаждение, болевая травма, нетренированность, гиподинамия, интоксикация, резкая перемена погоды. Факторы, которые повышают неспецифическую резистентность, это наркоз, гипотермия, зимняя спячка, использование так называемых ганглиоблокаторов. Общие черты, которые здесь появляются, это потери способности к самостоятельному существованию, резкое торможение обменных процессов, резкое торможение нервной системы, уменьшение напряжения кислорода, замедление работы транспортных систем, замедление биохимических реакций, переход на гликолизм и заторможенность ответных реакций. Вторая группа, это повышенная резистентность при сохранении нормального уровня жизнедеятельности. Она достигается тренировкой основных функциональных систем, изменением функционального состояния основных исполнительных систем, аутогенной тренировкой гипноса, словесной мышления и рефлексотерапии, и различные виды неспецифической терапии, аутогемиотерапии, финоциды и т.д. Рассмотрим кратенько-быстренько роль наследственности в патологии общей закона, закономерности патогенеза генной болезни. Это, в общем-то, физиологический генетик уже на геномном и генном уровне. Итак, генетика, напоминаю вам, это наука о наследственности и изменеществе. Медицинская генетика – это раздел генетики, изучающий наследственность и изменение человека под углом зрения патологии, возникновения патологии. Наследственные факторы сильно значатся в патологии человека. Наследственные болезни не представлены практически во всех медицинских специальностях. Это многочисленные болезни внутренних органов, обмена веществ, крови, эндокринной системы, печени, глаз, мочево-половой системы. По соношению наследственности и среды развитие заболеваний выделяют собственно наследственные болезни, к которым прежде всего относятся моногенные заболевания, то есть это одного гена, и хромосомные болезни, они обусловиваются наличием патологического гена или хромосомных мутаций. В наследственных болезнях патологических мутаций обусловлены решающую роль играют генетические факторы. Для проявления действия гена нужно воздействие определенного фактора среды. Ну, например, преподавали это особенности питания. Болезни с наследственной предрасположенностью или мультрифакторами возникают при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды, но реализация их действий зависит уже от генотипа. ИБС, гипертон, болезни, гипертоническая болезнь, простите, язвенные болезни, энергические заболевания, ну и большинство злокачественных аналообразований. Болезни и частота возникновения зависят от многих факторов. Генетически определяется тяжесть течения и исход заболеваний. Классификация наследственных болезней может осуществляться по трем стратам, по трем кластерам. Это наследственные мультифакторные, это ИБС, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, шизофрения. Матогенные и полигенные, это алкопонтурие, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, ревматизм, эмофирия, шизофрения и так далее. И, наконец, хромосомные болезни. Хромосомные болезни, в свою очередь, классифицируются по типу наследования, их разделяют на аутосомные, аутосомные, рецессивные, доминантные, и заболевания, сцепленные с полом, по виду пораженной ткани, глаз, ухо, горло, ножи, КТ, нейросистемь и так далее, и по первичному биохимическому дефекту. В чем заключается причина увеличения частоты наследственных форм патологии? Ну, прежде всего, это ликвидация и уменьшение частоты ряда инфекционных или инвентарных заболеваний. Второе, это увеличение средней продолжительности жизни человека. Третье, это рост человека и разнообразие мутагенных факторов в окружающей среде. И четвертое, это совершение методов диагностики наследственных форм патологии. Основная причина наследственных заболеваний, тоже вы это хорошо знаете, это мутация. Мутагенами выступают физические факторы, такие как, независимая радиация, мы сейчас с вами только что рассмотрели, излучение и фа-излучение. И химический, фенолк, фенолк, ПСЦ, лекарственные средства. Ну и биохимические, это различные вирусы, краснухи, оспы, гриппы и тому подобное. Мутагены бывают истинные и косвенные. Косвенные сами по себе не мутагены, но в организме превращаются в достаточно сильные мутагены, как нитраты превращаются в нитрит. Мутации бывают спонтанно индуцированные, специфические и не специфические, соматические и половые. Генные хромосомные абберрации возникают в результате делеца, дубликации, инверсии и транслокации. Ну и геномные мутации, это изменение числа хромосом. Хромосомные болезни, которые появляются, это форма патологии, клинически выражающая множественными урожденными пороками развития. Генетических основ, это изменение числа хромосом или нарушение строения хромосом. И фенотипетические нарушения, равнее эмбрионального развития. Полные хромосомные болезни, это изменение хромосомного набора г заметия. Мозаичные хромосомные болезни, когда набор хромосoma измеряется в зиготе, то есть часть клеток имеет нормальный набор. На плоде, это несовместимая жизнь на ранних этапах развития. Недостаток генетического материала вызывает более выраженные дефекты, чем избыток. Нарушение крупных и средних хромосомов, собственно говоря, несовместимы с жизнью. Чаще всего встречаются, какие нарушения? Трисомия. Это 21-я хромосома нарушается, возникает болезнь Дауна. Это 1 на ребенок на 500-800 новорожденных. 13-я хорозома, это синдром Патал, нарушение мозгового пищевого телепа, неправильный поворот кишечника, незаращивание перегородки сердца, частота при 1 ребенок на 5-7 тысяч. И, наконец, 18-я хромосома, синдром 20, частота 1 на 7 тысяч новорожденных, возникают дефекты сердца, кишечника и конечностей. Наконец, это их Y-H-H-набор половых хронов, синдром Эклендфилтера. Он обнаруживает так называемый половой хроматин, частота 1 на 1000 новорожденных и встречается только у мальчиков. И, наконец, Y-Y-X, при этом завышенная агрессивность и тарсония. Y-X, это женский организм, первичный новорей двух половых хроматин. К таким заболеваниям относятся, как моногены, как сахарный диабет, лолстомизея, петоземерия, нарушениям инокислотного обмена, микроцифероносная семея, серповидно-клеточная анемия. Ну и быстренько с вами пробежимся по роли конституции человеческого тела в развитии патологии. В данном случае это вид своеобразной передаточной функции, которая работает на прием информации от окружающей среды и, собственно говоря, выражает отношение человеческого статуса к ней. Итак, конституционный тип – это единый комплекс достаточно устойчивых, морфологических, функциональных, в том числе психических, существенных особенностей организма, определяющих реактивности, сложившихся на наследственной основе под влияние фактора внешней среды. Классификация. Ну, вы знаете, классическую конфисацию от Гиппократа. Холерик, самвиних, флегматик, меланхолик. Ну, худые люди чаще бывают холериками. Правильное смещение основных соков организма должно происходить при правильной конституции человека – это кровь, слизь и желудочная месть. С преобладанием в одной из них формируется конституционный тип. А неправильное смещение соков в дискрозе – главная причина болезненных состояний. Ну, это древние. Классификация по СИГа – дыхательно-респираторный, пищеварительный, мышечный и мозговой церебра. Ну, вот условно показан тип архитектуры, тип структуры в данном случае. Классификация Кречмира – астанический, атлетический, пикнический. Ну, пикнический, понятно, с пузом, атлетический, мышцы, а астанический – худоба. Чернорусский выделяет следующие типы конституции – это гипостанический, гиперстанический и нормостанический. У гипостаника сниженное артериальное давление и усасывание на способность кишок. Для гипостаника характерно более высокое артериальное давление, замедленные обменные процессы, снижение талитарности к углеводам, склонности к ожирению. Изучение конституционных типов у людей позволяет таким образом предупредить их о травмировании, вовремя выяснить клонность к заболеванию, предвидеть течение заболевания и индуализировать лечение. Таким образом, вот то, что сегодня хотелось сказать, очень долго мы с вами говорили, о воздействии различных факторов на человеческий организм, на его физиологические системы. Зная эти факторы, эти воздействия, зная, как они работают, как изменят метаболизм, на что они влияют, можно, соответственно, построить соответствующие кибернетические модели, которые позволяют проанализировать и прогнозировать поведение той или иной физиологической системы или даже популяции в целом при возникновении различных факторов. Ну вот, собственно, то, что мне хотелось сегодня сказать. Спасибо за внимание. Свои вопросы и пожелания отправляйте по адресу Артем1962 Собака Майлор.